Здравствуйте, я доктор Алиса и я невролог клиники ДОКДЕТИ. На базе нашей клиники открыт центр редких заболеваний исключением органа зрения и открыт он с помощью межрегиональной общественной организации Радужка. Мы работаем с ними для помощи нашим пациентам с редкими генетическими заболеваниями исключением органа зрения. И к дню редких заболеваний, который будет в конце февраля, мы решили записать несколько лекций про наши новые программы, про детей, которых мы взяли, ну и взрослых на самом деле, которых мы взяли недавно. Это пациенты с синдромом Петерса и Петерс Плюс и синдром Максинфельда-Ригера. Эта лекция будет про синдром Максинфельда-Ригера. Мы также работаем при поддержке фонда созидания, который помогает нашим пациентам в получении бесплатных обследований и консультаций наших врачей. И давайте начну про синдром Петерса Плюс. Я начну с дисгенезии переднего сегмента. Я не офтальмолог, и этот слайд помогал мне делать наш главный офтальмолог Татьяна Кулакова. Поэтому, если тут будут неточности, простите меня невролога, я могу. В общем, дисгенезия переднего сегмента – это достаточно гидрогенная группа генетических нарушений развития глаза. На слайде я выделила, где передний, где задний сегмент. И клинические особенности у людей с дисгенезиями переднего сегмента может быть очень обширной. От уменьшенного диаметра роговицы до поликории и ктопии хрусталика. Иногда дисгенезии переднего сегмента также делят на подтипы, включая анеритию, аномалию Аксенфельда-Ригера, аномалию Петерса, про которую я уже говорила, и заднее бриотаксон. Собственно, сегодня про аномалию Аксенфельда-Ригера или синдром Аксенфельда-Ригера. И поподробнее про них на самом деле аномалию Аксенфельда уже не выделяют отдельно. Она рассматривает в составе аномалии Ригера и к ней относятся дефект с ограниченным периферическим передним отрезком глаза. Аномалии Ригера – это периферические аномалии переднего сегмента с дополнительными изменениями радужной оболочки. А вот синдром Аксенфельда-Ригера – это наличие аномалии Аксенфельда-Ригера и пороки развития. Про пороки развития, собственно, сейчас хочу рассказать подробнее. Но почему нам важно не пропустить такого ребенка? Почему мы взяли их к себе в подкрылышко и мы, в общем-то, делаем эту лекцию в том числе для того, чтобы эти пациенты к нам пришли? На самом деле пациентов с синдромом Аксенфельда-Ригера достаточно много и эти дети нуждаются в более частом наблюдении достаточно большой команды специалистов. У них чаще встречаются нарушения развития. Для каждого нарушения развития важно, чтобы мы нашли его как можно раньше. Также мы можем оказать качественную помощь детям и их родителям в нашем центре редких глазных заболеваний. На слайде есть ссылка, по которой пациенты могут зарегистрироваться в наших программах. Мы также можем больше рассказать родителям о заболевании детей. Потому что очень часто именно вот это незнание и непонимание, что ждет ребенка, который только что родился и у него есть какие-то проблемы с глазами. А наших родителей очень часто пугают, что дети будут слепыми, все очень плохо и так далее. Мы можем максимально бережно рассказать, что ждет ребенка и также наблюдать за ним, чтобы качество жизни ребенка было и семьи, естественно, было гораздо лучше. Риск рождения ребенка с синдромом Максенфельда в семье может быть 50%. Дело в том, что что в литературе, что в нашей российской выборке бывают ситуации, когда родитель не знает, что он болен с синдромом Максенфельда-Ригера. И он может в 50% случаев передать своим детям это заболевание. Естественно, с помощью современных технологий генетической диагностики мы можем помочь семье родить ребенка без заболевания. И нам тоже это важно. Теперь подробнее про синдром Максенфельда-Ригера. Там три гена. Первый тип это PITX2. Второй тип это REG2. И третий тип это FOXC1. В лекции про синдром Петерса плюс я уже рассказала как раз случай, когда у нас нашлась мутация в гене FOXC1. Но сейчас станет понятно, почему этот ребенок, мы не поставили ему диагноз Аксенфельда-Ригера. Мы поставили ему диагноз дисгенез переднего сегмента. Для детей с синдромом Аксенфельда-Ригера характерна гипоплазия верхней челюсти. И обычно проблемы с зубами. Это может быть как гиподентии, так и адентии. То есть у них просто может не быть листов на верхней челюсти. И это самая частая проблема. Я сейчас попозже покажу именно фотографии. У этих детей могут быть особенности внешности. Мы тоже посмотрим это на следующем слайде. Также врожденные патологии органов зрения. Собственно, аномалия Аксенфельда-Ригера и другие. Здесь тоже может быть такая же проблема с тем, что может быть очень сильное помутнение. Может быть не совсем понятно, что конкретно там в глазах. И мы не всегда точно можем сказать, что да, это аномалия Аксенфельда или аномалия Ригера. Или вообще в принципе синдром Аксенфельда-Ригера. Мы ставить будем точно так же по сопутствующим. Избыточная околопопочная кожа. Вот это прям патогномоничный признак. Это будет важно. Я покажу пупки, которые у них встречаются. Поэтому офтальмологам иногда придется смотреть не только на зубы, но и на пупок. У этих детей может быть проблемы с ЖКТ. В частности, у них бывают пороки развития ануса. Неперфорированная национальность, но записанная у этих пациентов. Гипосподия, крипторхизм тоже бывает. Дефицит гормона роста. Есть случаи, когда мы можем попробовать полечить этих детей. Врожденные пороки сердца у них также встречаются. Аномалии строения ушей и особенности строения мозга. Что конкретно мы можем увидеть у наших пациентов с синдромом Эксенфельда-Ригера? Здесь на слайде верхний ребенок. Это ребенок из статьи. А нижние два ребенка – это наша выборка. На что мы можем обратить внимание? Давайте обратим внимание на нижнюю часть лица, как раз под тем, что закрыто. Мы можем обратить внимание на достаточно крупный нос, на очень узкую, практически невидную верхнюю губу. У парня справа можно четко увидеть, что она в форме лука купидона. На это тоже можно обратить внимание. Но у них такие верхние губы как раз таки из-за того, что у них у всех отсутствуют резцы на верхней челюсти. Поэтому это тоже важно и можно обращать внимание. То есть, если вы понимаете, что у ребенка аномалия Ригера, в эфтальмолог, ну да, спросите, что там с зубами. Может быть, у пациента уже было протезирование, хотя, к сожалению, у наших пациентов в основном никто этим это не делал. Что еще мы можем увидеть у этих пациентов? На что они к нам жалуются, когда приходят к нам? Это слабовидение или слепота? Да, такое бывает. Светобоязнь, нарушение развития. Я о них скажу подробнее. В частности, интеллектуальные недостаточности и расстройства утистического спектра. Стоматологические проблемы. Да, и тоже расскажу подробнее, покажу. Часто бывают запоры. Необходимость хирургической коллекции аномалии ШКТ. Низкорослость. Грыжи паховая пупочная. Здесь тоже есть особенности. Сердечно-сосудистые заболевания. И снижение слуха. Снижение слуха чаще встречается у тех, у кого есть аномалия развития ушей. Зубы. Это один из очень частых признаков. Слева наш парень. Видно, что у него и с амалью не все хорошо. И на верхней челюсти у него отсутствуют как раз резцы. Это чаще всего будет встречаться. Но справа ребенок из статьи может и такое встретиться. Когда у ребенка есть и проблемы с зубным рядом. То есть видно, что он очень неровный. Видно, что не все зубы присутствуют. Видно, что они необычной, неправильной формы. И так тоже может быть. То есть не придется взглянуть в рот таким детям. Аномалии зубов бывают абсолютно разные. Обычно у нас делают КТ. И мы очень боролись за то, чтобы у нас, когда мы включили в программу синдром Максинфельд-Рикера, мы очень хотели, чтобы наших пациентов консультировали стоматологи. Протезисты как раз по поводу того, что нам делать в плане протезирования. Я расскажу попозже, до чего мы договорились. В программе у нас это будет. Пупки. Вот так они выглядят. Это наши пациенты. И здесь есть особенность в том, что если вы не видите такого пупка. Они там очень выраженные. То есть вы такое не сможете пропустить. Спросите семью, не было ли у них грыжи пупочной, которую в раннем детстве вырезали. Ну то есть очень много случаев, когда в раннем детстве вот такой пупок могут прооперировать, думая, что это грыжа. Хотя это на самом деле не так. В литературе таких описано. У нас среди наших таких не было. Это очень частый признак. Ну то есть настолько частый, что есть достаточно старые статьи, в которых указывается, что есть свои цинтильные коридоры у размеров около пупочной кожи. И если мы измерим ее, и она там превышает какие-то цинтили, то мы говорим о том, что у пациента может быть синдром Аксенфельдригера. И мы прям его ставим в диагностический ряд. Сейчас мы уже в принципе чаще ориентируемся и на зубы, и на офтальмологов. И как раз пупок нам дополняет. Но у всех наших пациентов, у кого аномалия Аксенфельдригера, по крайней мере, которых мы видели, у которых подтвержден диагноз, у которых мы понимаем, что это точно оно, у них такие пупки были. Что дальше? Это расстройство развития. Ну, я невролог, я не могу об этом не рассказывать изде и всюду. Дело в том, что у этих пациентов могут встречаться расстройства, утистического спектра, интеллектуальная недостаточность. Не у всех, и в большинстве описанных случаев, все-таки и интеллект сохранен, и никаких проблем с коммуникацией нет. У наших детей, в нашей выборке, тоже в основном у всех все хорошо в плане неврологии и психиатрии. Но если вы видите на своем приеме ребенка, у которого вы подозреваете в Аксенфельдригере, он достаточно маленький, и у него есть какие-то проблемы с речью, с общением, с каким-то усвоением навыков, то, что вы можете провести на приеме, офтальмолог, педиатр, кто угодно, мы можем зайти на сайт testautism.help, и там будет тест, который называется МЧАТ-Р. Это скрининг для всех детей в возрасте от 16 до 30 месяцев, скрининг на расстройство аутистического спектра. Чем раньше мы выявляем такие расстройства, тем лучше мы можем помочь, потому что мы можем ребенку дать раннюю помощь, и в итоге его прогноз будет гораздо лучше, чем если, например, мы диагностируем это расстройство в более позднем возрасте. Поэтому да, давайте ребенку тест, родителям домашнее задание, чтобы они прошли это тестирование. И, естественно, это одно из главных вещей, о которых я разговариваю на приеме с пациентами. Про наш центр редких заболеваний и как мы помогаем. Справа QR-код, по которому можно зарегистрироваться в программе для пациента. Ну, то есть, если у вас есть пациенты с синдромом Аксинфельдерикера, или вы не уверены, что они с этим синдромом, то вы можете дать пациенту вот этот QR-код и ссылку на наш сайт, чтобы пациент мог зарегистрироваться в наших программах. Так мы узнаем о нем и пригласим его на бесплатные для пациента осмотры. Что мы делаем для наших пациентов с синдромом Аксинфельдерикера? Обязательная часть включает офтальмолога и невролога. Ну, то есть, офтальмолог, естественно, это наш самый главный врач, решающий еще и вопросы хирургического лечения. А по показаниям может быть стоматолог. Как раз вот про него я очень хотела, чтобы в нашей программе при составлении были стоматологи. Потому что в регионах непонятно почему, но очень часто вообще не идет речь о протезировании, вообще не идет речь о стоматологической помощи. Да, понятное дело, что здесь она будет достаточно дорогая, но мы хотя бы хотим помочь с маршрутизацией. Ну, то есть, чтобы пациенты, чтобы родители пациентов понимали, что нужно делать и как. Чтобы они могли прийти по месту жительства и посмотреть, что им предлагают там, и сделать вывод, что они будут делать. Где-то в Москве, может быть, у нас делают что-то, может быть, у себя по месту жительства. Также в нашу программу может входить хирург, гастроэнтеролог и эндокринолог по показаниям, есть ли у пациента есть потребность в этих специалистах. Также в наши программы входит и бесплатная генетическая диагностика. Всем нашим пациентам с подозрением на синдром Аксинфельдерикера мы проводим полное сегвенирование экзома. Как я уже выше сказала, это важно и с точки зрения наблюдения за пациентом, и важно с точки зрения помощи в рождении здоровых детей впоследствии. Такие случаи очень часто семейные, то есть родитель передает это своим детям, и мы можем предотвратить дальнейшую передачу. В оплате генетического исследования нам помогает фонд соседаний во благотворительные программы. Поэтому, если у вас есть пациенты с синдромом Аксинфельдерикера, или вы родители, вы понимаете, что некоторые вещи, которые я рассказывала в своей презентации, отзываются вам и, возможно, у вашего ребенка что-то подобное есть, то регистрируйтесь в наших программах, приходите к нам, и мы поможем вам и с диагностикой, и с обследованием, и с наблюдением, и даже с психологической поддержкой. Спасибо за внимание. Сегодня и по Ригеру тоже все. Спасибо. Спасибо.